Делает ребята, я приехал к Баба Лене, мы будем сегодня делать печеньки. На этом ранже мы делаем булочки, а теперь печеньки. И вот, нам понадобится мед, сахар, мука массовая, ванилин и разрыхлитель. Те-с-та, вместо соды. Правильно, у кого нет разрыхлителя, можно положить соду, да? И добавить немножко лимонной кислоты тогда. Вот, печенье мы с Богданой еще такое не делали, будем делать впервые. Да. И вот мы всю сторонку убрали, она ничего не мешала. И теперь я стоплю масло. У нас вкусно печенье получится. Покажи масло. Вот растопили мы масло. Аккуратно, да, выливай в мисочку. Выливай, выливай. Сторонку отставляй. Чем пахнет? Маслом? Не вкусно, как желток. Добавить надо? Сахар. Сахар. Аккуратно. Да, как всегда. Высыпай. Как из бочек. Угу. Теперь помешать. Удобнее возьми, что как тебе удобно, вот как ложечкой. А сама? Конечно, сама. Так, пусть лезет. Так, смотрите. Теперь нам нужно добавить... Смотрите, как снег. Как снег, ага. Теперь нам нужно добавить мед. Вот Богдана будет размешивать, а я налью мед. Примерно столовую ложку, да? Он липкий, поэтому смотри, не замарай ручки. Это будет липко все. Чтобы масло нужно, чтобы соединилось с сахаром и медом, да? Теперь все. Молодец. Вот сюда клади. Аккуратно высыпай муку. Помните, что мука, она очень воздушная. Если ее резко высыпать, она как пыль поднимется. К потолку. Апчи! Вот, Богдан, она же чихать стала. Вот, насыпали муку. Теперь нужно высыпать сюда. Вот это. Аккуратно высыпай разрыхлитель. Высыпай весь, высыпай. Апчи! 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 И... Это он, чихнул. И ванилин. Теперь аккуратно. Ты помнишь, как мука какая воздушная? Аккуратно соедини сначала, чтобы легче было месить. Аккуратно. Не торопись, а то во все стороны сейчас у тебя будет мука рассыпаться. Вот смелее. Вот так вот. Вот так вот снизу подцепляй. Он, как омлет. Вот так вот. А потом мы будем это все месить. Вот. Поможем немножко, чтобы легче было месить. Сначала нужно размешать это лопаткой. А теперь нам придется в это тесто залезть руками. Готовы? Да. Месить. Месить. Рукой готова месить? Да. Я согласна залезть. Хорошо. Вот это вот очисти рукой. Сыну ты полезешь сейчас руками месить. Да. Вот. А теперь это нужно все месить руками. Да. Ну, хоть это двумя, хоть одной. Как тебе удобней. Перемешивай и хорошо прям вот так вот. Смотри, Богдана. Прям вот так вот хорошо. Прям вот все-все-все соединяй. С боков бери муку всю. Вот с боков. Смотри, вот у тебя вот мука. Смотри, Богдана. Все смешивай, смешивай, соединяй. Это самая сложная работа, да? Ну, Богдана, наверное, должна справиться. Мама, не залезает. Давай, 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 давай. Представь, что это пластилин. Все соединяй, муку прячь в пластилин. И вот мы собрали тесто на комочек. Ну-ка, посмотри. Да, посмотрим. Сложно было, да, собирать? Да. А почему сложно было? Почему сложно было? Вот оно твердое. Оно рассыпалось, да? Да. Мы его собирали. Алина вот помогла. Да, поэтому пришлось немножечко помочь. Оно рассыпается, потому что это песочное. Вот видите, песочное тесто. Оно рассыпается, да? А если ладошками, покажи, как ты делала. Вот так, ладошками в колобочек, да, котовка делала. Вот его раскатывать на противне или там на столе не нужно. Мы сейчас поступим проще. Вот поэтому детки могут спокойно так же сделать. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Вот колобок. Да. И вот, баба Лина начертила полоски, но я не забывала, как надо делать. Это чтобы легче было, да? Угу. Вот. Если трудно, можно начертить. Вот полосочки вот такие, чтобы видно было, куда класть тесто. Да. И как мы будем тесто теперь класть? Отщипывай кусочками маленькими, маленькими, как чтобы тебе удобнее было. Общипывай, щипай, щипай. И выкладывай, и вот так вот приминай. Вот, смотри, я тебе покажу сначала. Вот так вот, смотри. Вот, вот так вот, чтобы не вылазило. Вот. Дышь ладошкой. Бери еще. Бери еще тесто, рядышком клади. И вот делай дорожку. Бери, бери тесто. Так, еще тут тебя хочу. И вот. И надо вот так. Но на тесто не у вас есть заполоски. Хорошо, берем. И вот, затем я это говорю, но вы не запоминали, но вы не забывали. Угу, правильно. Давай, бери тесто, показывай, как нужно делать. Ты берешь тесто. Рядышком, скажи, чтобы дырочек не было, да? И делаем вот такую дорожку, как пластилином. Это мы так вот. Да. Вот такую дорожку делаем из теста. И вот там папа пришел из работы. Но я не буду этого делать. Это все, как я ровно. Это правильно. Хорошо, давай, бери, бери еще. Бери. Там же еще место осталось? Да, маленькое, маленькое. Все маленькое. Бери тесто и все пространство заполняй, которое вот нарисовала тебе. Заполняй все пространство. Вот, давай я поближе так покажу, как нужно делать правильно, Богдана. Тонкое сильно тесто делать не надо, потому что если вы сильно здесь делаете тонкое тесто, оно у вас может сгореть. Поэтому делайте вот такое, чтобы оно не очень тонкое было. Вот смотри, Богдана, вот посмотри, какой толщины здесь. Подожди, хватит здесь тебе узоры рисовать. Вот смотри, посмотри сюда. Видишь, вот здесь тесто толстенькое? А здесь оно очень тонкое. Поэтому нужно что сделать? Побольше. Побольше. Положи вот сюда вот. Да, и ладошечками примни. Вот, разровняй, чтобы ровненько, красиво было. Все, хорошо. Теперь бери, следующую дорожку делай. Вот сюда теперь, вот сюда. Куда ты теперь нагораживаешь? Вот, молодец. Давай, приминай. Тебе помочь? Нет, я сама. Вот, у Богданы еще с трудом получается. Она же первый раз делает. Ну, помогать, чтобы ей помогать, она не хочет, чтобы ей никто помогал, да? Сюда. Вот, смотри. Горит. Вот. Где места свободные, это нужно все-все-все заполнить, да? Угу. Аккуратно вот эти все крошечки, вот это вот так вот собирай. Потому что они, вот эти крошечки... Баба Алина придумала. Хорошо. Вот эти крошечки, они будут гореть. Поэтому их нужно прилепить к общему тесту. И вот мы разложили. И вот мы, крошечки с Априной, набили ровные дорожки. Все тесто, да? Да. Все тесто разложили? А какие должны быть, вот, дорожки получиться? Вот такие. Ну, какие такие? Такие глины. Надо разрежать ножичек. Они не должны быть сильно тонкими, да? А иначе они могут подгореть. Если сильно тонкое тесто будет, оно у вас может просто сгореть. Поэтому, вот, у нас вот из того количества теста, которое Богдана замесила, получилось три вот такие дорожки, да? Да. Вот, теперь этот противень нужно поставить в духовку и выпекать печеньки примерно минут 15. Да. Ну, при температуре 200 градусов. Сейчас посмотрим, сколько минут она будет держать. Пережаривать его нельзя, иначе оно у вас получится сильно сухое. Вот только золотистое станет, нужно вытаскивать. Ну, мы пока на паузу. Наши нам, когда испекется, мы вам расскажем, какие печеньки получились. И вот, знаете, зачем я руки отпустила? На, не обожить. На, можно обожить. Вот, какой горячий. И вот. Вот, видите, высокие получились, да? Вот такие высокие. Они немножко у нас поднялись, зарумянились. Мы сейчас немножко подождем, когда они чуть-чуть остынут. Да. И потом будем что делать? Резать. Резать. Вот, баба Лина показала, как надо. Вот так. Сейчас я тяню. Видели? Так, давай пробуй сама теперь. Вот так потихонечку, потихонечку. А потом еще раз. Вот, молодец. Теперь у нас были дорожки, а стали печеньки, да? Да. Вот, Богдана сама режет. Тихонечко. Подожди, отпусти ручку. Пальчиком придерживай вот так вот. А, горячо? Нет, она не сильно горячо. Тихонечко. Только смотри. Все уже. Так. Ровненькие дорожки делай. Смотри, вон, как ты криво отрезала. Старайся делать ровно. Я же тебе показывала, как вот так. Ровно, 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 ровно. Вот. Все готово. Давай следующую. Давай. И вот наш первый блин получился, как баба Лина. И что, получилось у нас печенье? Да. Давай мне ножик. Вот. Вот такие у нас печенья. Сейчас мы аккуратно их выложим на тарелочку. Да. И вот мы разложим вот эти печенья сюда. На блюдо, да? Они уже остыли. Ну-ка, тепленькие стали. Вот. Внутри они вот такие вот. Да. Вот так. Я делаю. Это я делаю. Старалась. Молодец. Молодец. Мне похвалит. Я девочкам похвастаюсь, но я уверена, печь. А это вот сюда можешь сверху положить, как красиво выложить. Да, вот так вот, вот так вот. А это вот так. А это вот так. Все. Управились. Вот и первое получилось. Вот такое печенье у нас получилось. Да, Богдана? Да. Здесь немножко сама сничок. И вот. Смотрите, какое красивое печенье. А пробу будешь снимать? Да, обязательно. Как же без пробы. Как же без пробы. Ну и что, какое оно на вкус? Печенье. Какое на вкус? Печенье тесто. Сухое, рассыпчатое, да? Ну-ка, покажи. Вот, посмотрите, как оно ломается легко. Вот оно получилось сухое, рассыпчатое. А сейчас оно, когда остынет, оно будет еще суше. Сейчас оно еще пока чуть-чуть мягенькое, потому что оно теплое. А в холодном виде оно будет сухое и рассыпчатое, вот как вот медовые коржи. Вот получается прямо угольник. И пока-пока. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, кто такие печеньки пек. И пока-пока.